Сука, смотреть нечего. Привет любителям хорошего кино. В 2017 году в прокат вышло критически мало достойных фильмов, и посещаемость кинотеатров упала до рекордно низкого уровня. По идее, это должно было потолкнуть студии перестать пичкать нас низкопробным посредственным кинцом, но у Толстосумов другое мнение. Во всем виноваты обзорщики. Мол, они своими негативными рецензиями отбивают зрительское желание посещать кинотеатры. В результате студии теряют деньги, поэтому что нужно сделать? Правильно, запретить пресс-показы. Другими словами, вы должны покупать кота в мешке. А обзорщик, который во всем этом разбирается, который стремится привить вам эстетический вкус, сделать вас более разборчивыми в кинематографе, должен идти лесом и прекратить мешать вам питаться продуктом модификации студийных боссов. За ваши же, прошу заметить, шекели. Меня в корне не устраивает сложившаяся ситуация. Впрочем, как и то, что и в начале 2018 года смотреть нечего. Вот давайте вместе с вами посмотрим, что же ждет нас в кинотеатрах. Минуточку внимания. Вы все уволены. Чувак умеет сообщать шокирующие новости. Мы банкроты. Удачи на новой работе. Девочки, кажется, у меня идея. Пить тибарну к вашим услугам. Я ставлю шоу, и мне нужна звезда. Каждый из нас особенный, единственный и неповторимый. Об этом и будет мое шоу. Ну вот, казалось бы, у этого фильма благие намерения. Никто не должен осуждать тебя за то, как ты выглядишь. И знаете, все это прекрасно. До той поры, пока мы не узнаем, что это биографический фильм. Здесь рассказывается история Финиаса Барнума. Даже если банально забить это имя в интернете и прочитать пару статей, то моментально складывается социальный портрет этого человека. Он собрал совершенно разных людей с разными внешними дефектами и начал с ними гастролировать. И талант этого человека заключается в том, что он прекрасно понимал, что хочет зритель. Вот он и давал зрителю то, что он хочет. А зрители хотят смотреть на тех, кому живется гораздо хуже. Так устроена человеческая природа. Они приходили на эти шоу, смотрели на людей, которые кардинальным образом от них отличаются, тыкали на них пальцем и смеялись. Мол, посмотрите, какие это уроды. Вот, слава богу, у меня все хорошо. Нельзя сделать что-то новое, слепо подражая другим. И что меня больше всего бесит в данной ситуации, так это то, что фильм подменяет понятия. То есть все преподносится в таком свете, что бедный работящий парень потерял работу, ему нужно обеспечивать свою семью. После этого он нашел людей нестандартной внешности, собрал их вместе, вселил в них веру в то, что они прекрасны внутри. Вот как раз таки все было наоборот. Ты ведь просто рожден для шоу-бизнеса. Шоу-бизнеса? Угу. Я не знаю, что это. Я его только что придумал. Да, он величайший шоумен. Но какой ценой? И все это выставляется в положительном свете. Из-за одного только лицемерия уже пропадает желание смотреть этот фильм. Но в плане визуала здесь довольно все хорошо. Вы можете повезти на этот фильм свою вторую половинку, и ей безусловно понравится. Но не забывайте, ребята, это мюзикл. Если вы сможете это вынести, то пожалуйста. А еще в довеса ко всему этому, я бы позвал гримеру фильма Movie 43, чтобы Джекману и здесь кокушки к подворотку приклеили. Было бы в тему. Кстати, если вам нравится этот формат, пишите в комментариях, жду новый выпуск. Мне важно знать, будет ли его вообще кто-нибудь смотреть. Поэтому, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Так, что там у нас дальше? Астрал 4. Последний ключ. Вот давайте так. Поднимите руку тех, кто смотрит Астралы. Ну, просто поставьте плюсик в комментариях. Я подожду, давай-давай. Давай-давай-давай. Давай. Давай-давай, да, прямо сейчас. Сейчас. Ты поставил? Если поставил, напиши. Я поставил плюс. Он в моей голове. Самое время для скримера. Я не могу написать оригинальный сценарий. У меня в доме происходит что-то странное, мне сказали. Вы в этом разбираетесь? А где вы живете? Если какая-то хрень происходит в доме, почему сразу не переехать? Элис? Когда начались эти явления? Сразу, как мы сюда переехали. Я видела призраков раньше, много лет назад. Но этот совсем другой. Больше жекелей. Элис, там кто-то есть прямо перед вами. Ничего нет. Отсюда! Понимаете, есть фильмы, задача которых просто собрать бабки. Ты такие фильмы пропускаешь через себя, и через некоторое время они забываются. После них ничего не остается. Для того, чтобы фильм был запоминающимся, ему нужна своя фишка. Вот возьмите, к примеру, дом восковых фигур. Там людей покрывали слоем воска, и внутри восковых фигур были настоящие живые люди. Вот это интересно. Далее. Серия фильмов «Поворот не туда». Там было целое семейство изородованных людей, которые бегали по лесу и мочили всех, кто туда случайным образом забрался. Вот это интересно, и это запоминается. Поэтому эти фильмы вошли в историю. Почему смотрят астрал, я вот честно не понимаю. Для меня здесь вполне все очевидно и предсказуемо. Не, ну в принципе, идея, что призраки находятся в голове человека, и никто больше другой их не видит, то есть страхи внутри нас самих, и то, что призрак ключ засовывает в горло человеку, проворачивает и вырубает у него звук, это интересно, да, это прикольно. Но этого мало. Не знаю, придумайте вот что-нибудь по-настоящему криповое. Вот, например, кричащий паук. Вот вы представьте, сидит вот такой вот паук со своими вот этими вот челюстями, мохнатыми волосатыми лапами, такой здоровенный-здоровенный, смотрит на вас, и в определенный момент начинает орать. Это вот как-то вот такое себе, да? А вот глядя на этот трейлер, ну вот понимаете, трейлер должен быть таким, чтобы в нем было не слишком много информации, но и не слишком мало. То есть должна быть описана какая-то проблема, которая должна нас заинтересовать. То есть ты посмотрел трейлер и такой, «А вот мне интересно, чем же там все закончится?» И ты захотел сходить в кино. Но этот трейлер особо ничем не интересует, информации мало. Там наблюдается ряд клише, ну и в конце вот этот момент с пальцем. Ну все, больше все то же самое. Да я вообще, я думаю, да блин, что... Кстати, вы можете написать в комментариях название фильмов для следующего выпуска, либо скинуть их мне в личку. Ссылка в описании. Если это будет действительно интересный экземпляр, то он попадет в выпуск. Смотрим дальше. Фильм, который никто не ждал. Фильм, которого не должно было быть. Фильм «Удар в спину кинематографа». Если ты понимаешь свои косяки и говоришь о них, это не значит, что теперь у тебя нет косяков. Это значит, что ты намеренно не пытаешься делать лучше. Внимание! Главные звезды ТНТ в одном проекте. Ой, что это такое было вообще? Действительно. Крутки ниже пояса. Как он маленький. Зато два. Шутки выше пояса. Спасибо. Розыгрыши. Ты чё, мальчик, я не твоя мать. Это и многое такое же с 25 января во всех кинотеатрах. Зомбо-ящик. Что это было? Вот как раз таки возвращаясь к теме, каким должен быть трейлер. Из этого трейлера вообще ничего не понятно. Нам не показывают главного героя этого фильма, нам не показывают проблему, с которой он столкнулся. И, соответственно, нам неинтересно смотреть, как он будет ее решать. Судя по этому трейлеру, это нечто как ХБ или Нашараша. То есть, может быть, и будет какая-то основная сюжетная линия, но это будет разбавлено разнообразными скетчами, не связанными между собой. То есть, я не понимаю, это вообще кино или нет. Давайте посмотрим, что создатели сами говорят об этом фильме. Блин. 30 звезд и НТ. Все жанры. Драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, боёпик, эротика и экспериментальное кино. То есть, все намешали в кучу. Я блин сказал. Вы знаете, что будет, если смешать 2 килограмма сахара с килограммом дерьма? Пишите в комментариях. Может быть, конечно, это и будет весело, но я думаю, не настолько, чтобы идти на это в кино. Так что лучше дождаться торрентов. А вообще, очень печально то, что самая талантливая команда в стране не может сделать что-то достойное. Разве во всей стране нет человека, который может написать действительно интересный сценарий? Либо это какой-то слишком высокий уровень троллинга, либо... Либо это дно. Долбанные критики у них деньги отбирают. Да вы сами у себя свои же деньги отбираете. Я очень надеюсь, что в скором времени и качество, и количество хороших фильмов повысится. В общем, чем больше под этим видео будет комментариев, тем быстрее выйдет следующее видео. Так что подписывайся на канал, добавляй этот плейлист себе, и он будет автоматически выполняться новыми выпусками. И еще. Никогда не ведитесь на пеструю обертку. Смотрите фильмы сердцем, но мозг не отключайте. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...